25 команд изо всех уголков России встретились на станкозаводе в выходные, чтобы выполнить задания жюри и выиграть средства на развитие бизнеса. В Самаре прошел первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». Это командное соревнование, в котором нужно за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи. В хакатоне принимали участие 25 команд, которые работали по пяти направлениям или трекам – туризм, концепт, технологии, комьюнити и образование. Подать заявку мог любой желающий старше 18 лет. Мероприятие проходило при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Сувенирная продукция – это концепт придумания сувенирного магазина, сувенирки. Это туризм, то есть привлечение туристов в город и в область, в том числе за счет креативных кластеров. Это комьюнити, то есть это когда ребята собираются и что-то двигают в ту или иную креативное направление. Это IT, то есть разработка каких-то приложений, стартапов, направлений в IT-индустрии и образование, потому что большой спрос на креативное образование. Много тех людей, кто уже закончил учиться, хотят учиться креативу. Я ужасно переживаю, волнуюсь, но это лишь от того, что жду я реализации, во-первых, задач, идей, которые приносят сюда команды, над которыми они будут думать. Реализации наших задумок, потому что мы достаточно давно вынашивали эту идею, и вот она воплощается, мурашки по коже, и хочется, чтобы это действительно получилось. И мне бы хотелось отдельно, чтобы эксперты, которых мы привезли со всей страны, они ощутили вот этот волжский вайп, эту атмосферу заряженных, креативных, творческих людей. Оценивали команды экспертов федерального уровня. Они подбирались так, чтобы по каждому треку получился результат, и они смогли направить участников в нужное русло. У участников была возможность задать вопросы, обкатывать свои идеи и получать информацию, которую сложно получить в обычной жизни. По словам членов жюри, главная задача кейсов, которые должны разработать участники, чтобы они окупались. Я удивлюсь, на самом деле, если ребята успеют за два дня создать какую-то рабочую концепцию, которую можно будет использовать в собранном виде, и удивить, может, качество проработки, потому что в этом треке очень важны исследования, во-первых. Нужно опрашивать аудиторию, нужно общаться с потенциальными потребителями этого приложения или сайта. Знаете, мне кажется, вообще сообщество — это та самая сила, которая позволяет перезапускать как пространство, так и в целом города. Мы часто недооцениваем вот эту силу, которая есть у сообществ. Это часто разрозненные люди, но когда они соединяются и объединяются общей идеей, а на самом деле цель Хакатона — как раз найти вот эти точки притяжения людей друг к другу, чтобы они давали какой-то хороший креативный продукт. Это и про экономику, это и про социальные эффекты, и это в целом про город. Сергей и Иван на Хакатон приехали из Таганрога. Будущие айтишники уверены, удастся вырвать победу из рук конкурентов. Будет зависеть от кейса, посмотрим, какое задание нам дадут. У нас есть идеи, есть технологические способности, мы будем стараться сделать максимально круто и креативно. Присоединиться к работе Хакатона можно было и в качестве посетителя. Для свободных слушателей в программе были предусмотрены интерактивы во дворе станка завода, открытые лектории и различные дискуссионные площадки. Виктория Шарая, Константин Головин, События.